Леонид Михайлович Млечин Леонид Михайлович Млечин Леонид Михайлович Млечин Есть несколько, кто вот 57-го года рождения, за чьей судьбой я внимательно слежу. Самым заметным из нас, кто 57-го года появился, был Осама Бен Ладен. Поэтому я следил за его судьбой с таким вниманием и волнением, но уже теперь нет такой возможности. Вторым знаменитым появившимся в 57-м году был генерал Касем Сулеймани, руководитель Аль-Кут, спецподразделение Стражей Исламской Революции, но тоже теперь за его судьбой не удастся следить. Остался из знаменитых, кто появился в 57-м году, это магазин Библиоглобус, который с каждым годом становится все лучше и краше. Я, конечно, заметно отстаю от него, но буду стараться и тянуться за этим замечательным магазином. Правда, это же одно искреннее слово в адрес этого замечательного магазина, потому что когда ты заходишь в магазин и видишь, что есть не только книги, но и люди рядом с книгами, то возникает ощущение, что еще не все потеряно, что кто-то еще, значит, помнит, что есть книжка, ее можно читать, и это вселяет какую-то надежду. Потому что, я не знаю, обратили его внимание или нет, теперь появилось такое понятие лонг-рит, длинное чтение. Ты натыкаешься в интернете, написал лонг-рит, то есть тебя участливо готовят к тяжелому испытанию, к длинному чтению, то есть приготовься, соберись силами, отоспись, поешь и прочитай. Но в годы моей юности это называлось заметка, а теперь это лонг-рит, то есть не каждый осилен. Поэтому, когда я вижу людей, которые берутся за книгу и осиливают, то ощущение, что, в общем, не зря ты их пешешь. Что касается этой книжки, то, правда, идея принадлежала издательству «Молодая гвардия», замечательную, которую я тоже очень люблю, и с которым млечены связаны значительно дольше. Потому что мой дедушка когда-то в 20-е годы работал в издательстве «Молодая гвардия», где познакомился с Владимиром Владимировичем Маяковским, который пришел к нему потребовать денег, потому что мы не платили деньги. Я же сказал, что деньги заплатим, если напишите книжку. И он, кстати, написал эту книжечку «Моя про маяк и про моря», которая вышла в издательство «Молодая гвардия дедушка», стал дружить потом с Маяковским и даже оставил воспоминания, поскольку провел с ним один из последних дней. И это воспоминания о том, что происходило с этим человеком, который через несколько дней после этого покончил с собой. Поэтому я с огромным уважением отношусь к «Молодой гвардии». Книжка посвящена руководителям Советского Союза, всем, от Ленина до Горбачева. Я включил туда человека, которого обычно не включают, Георгия Массимириановича Маленкова, который у нас как-то вылетел из истории, как, впрочем, и многие другие видные фигуры наши. А на самом деле он руководил страной после смерти Сталина. И руководил, может, покажется кому-то недолго, но Черненко руководил страной год, и Андропов руководил страной год. Они есть, а Маленкова не было. Я его включил туда. В чем смысл этой книжки? Ну, у меня такое ужасное ощущение, что, хотя имена все знают, хотя, впрочем, у меня был такой опыт. Я в одном высшем учебном заведении, это не мое занятие, так, прочитал несколько лекций, и собралась студенческая молодежь, причем они были, это были уже бакалавры, поступившие в магистратуру, причем заплатившие немалые деньги за обучение, потому что это платный вуз. То есть это были люди, уже проявившие себя, желавшие учиться, то есть имеющие образование. И я не садист. Я попросил их просто, если можно, расставить по порядку людей от Ленина до Путина. Ну, просто кто за кем. Ну, не получилось. Поэтому, может быть, в этом есть какой-то смысл, хотя по оглавлению посмотревших люди вспомнят, кто у нас был руководителем, тем более, что в истории нашей страны последних 100 лет то уж точно вся наша жизнь зависела от того, кто был у власти. Во-вторых, есть некоторые важные вещи, которые нам неплохо было бы понять. Это почему одни люди приходят к власти, а другим это не удается. Почему одним удается находиться у власти до самого смертного часа, а других съедают? Что вообще определяет политики, каким образом они добираются власти? Что должно быть в человеке, чтобы он взял власть в такой стране, как наша? Потом есть много еще важных и интересных вещей. Скажем, разговоры о наследниках. По странному стечению обстоятельств у нас все время идет разговор о наследниках. Все говорят, кто будет наследником. Это разговоры о наследничестве свидетельствуют о полнейшем незнании отечественной истории. Потому что в последние сто лет у нас не было и быть не могло никаких наследников. Это неопровержимо следует из нашей истории по понятным причинам. Во-первых, никто из советских вождей не собирался уходить в мир иной. Ну, совершенно не собирались. Они собирались жить вечно. Любимый мною Константин Устинович Черненко, который, ну, люди моего поколения, возможно, помнят, пришел к власти уже не очень юным и не очень здоровым. То есть он просто, на самом деле, почти все время находился в больнице. Чувствовал себя не очень хорошо. Ну, он примерно за две недели до смерти позвонил члену Политбюро, первому заместителю в главе правительства, и министру иностранных дел Андрею Андреевичу Громыку. И говорит, вот, Андрей, да что-то себя чувствую не очень хорошо. Может быть, мне на покой надо. На что Андрей Андреевич Громыка с присущим ему мастерством сказал, что это будет, пожалуй, поспешное решение. На что сейчас он сказал, ну, раз ты так, Андрей, думаешь, тогда я... И через неделю он умер. Поэтому, во-первых, никто никуда не собирался уходить. Во-вторых, уйти на пенсию в советское время было немыслимо, потому что это было просто крушение жизни. Был такой член Политбюро, органы Советской Украины, потом заместитель главы союзного правительства Петр Ефимович Шелест. В день, когда он был отправлен на пенсию, он записал в дневнике дневник, у него замечательный по степени интересности, можно почитать. «Моих, — пишет он, — в Киеве отключили от спецбазы. Этого ни простить, ни забыть нельзя». И про себя пишет, газет нет, машины нет, телефон отключили. То есть полный катастроф. Поэтому, как это уйти и кому-то что-то оставить? Ну, и третье, и самое важное. Ну, некому же довериться. Ну, кому доверишь ты, ну, кроме как себе? Ну, кому еще можно? Владимир Ильич Ленин написал письмо к съезду, которое у нас ошибочно называется завещанием. Владимир Ильич Ленин, будучи уже одной ногой на том свете, умирать совершенно не собирался, что совершенно по-человечески. И написал письмо к съезду, собирался с ним выступать, но выступить не смог, его зачитали. Обычно это письмо к съезду цитируется в том смысле, что он сказал про Сталина, которого он просил убрать с должности. Но самое-то ведь интересное и другое. В этом письме к съезду Владимир Ильич Ленин, глава партии и правительства, характеризует всех своих главных соратников, людей, с которыми он работал, которых он сам назначил на эти должности, и которых за исключением Сталина хотел оставить на своей должности. И про каждого он пишет только плохое. А зачем? Чтобы показать, что никто другой, кроме него, руководить страной-то и не сможет. Ну, не на кого положиться-то. Поэтому разговоры о наследниках имеют совершенно абстрактное значение. А вот вопрос о том, почему именно эти люди приходили к власти. Мне кажется, это тоже становится естественным, когда ты вникаешь в жизни тех людей. Ну вот Владимир Ильич Ленин провел эту немалую часть жизни в тех местах, куда сейчас те, у кого есть деньги, с удовольствием ездят отдыхать. Вот однажды в полуаре русские эмигранты, революционеры, уехавшие из царской России после неудачи первой русской революции, катались в полуаре. И одна из эмигрант, когда она оставила воспоминания, повернулась к Владимир Ильичу Ленину, чтобы сказать, что, знаете, какая красота! Владимир Ильич посмотрел на нее и сказал, нет, все-таки как же нам гадят эти меньшевики. Это может показаться смешным, но ведь это свидетельство чего? 24 часа в сутки он думал о власти. 24 часа в сутки он думал о том, что он должен сделать. 24 часа в сутки он готовился к этому. Он готовился к этому всю жизнь. И именно только по этой причине он взял власть. Только по этой причине он смог развернуть Россию в другую сторону, вести ее с ее исторического пути. Никто другой бы это не смог. Человек, который катался бы на лодочке, видел бы какая-то красота или еще что-то такое. Да разве же бы он свершил то, что свершил он. Я однажды оказался в одном швейцарском городке, где когда-то жил Владимир Ильич Ленин. Вышел на улицу. Старая улица, старые дома. Я иду и понимаю, что Владимир Ильич и Надежда Константиновна ходили по этой улице. Потому что вот она такая же была там сто с лишним лет назад. Более того, вижу, что магазины, кафе, это все те же самые. Вот они и тогда существовали. Более того, в магазинах продаются товары все тех же торговых марок. Они были и сто с лишним лет назад. Но я иду по этой улице, по Швейцарии, и думаю, что вот так вот, собственно, люди должны жить. Потому что в Швейцарии это страна, где нету какого-то бросающегося в глазах богатства, чего-то такого. Но нет и нищеты, и даже как бы бедности. Вот такая нормальная жизнь. Вот идешь и думаешь. Вот так, наверное, люди и должны жить. А они ходили и думали, как это все взорвать и перевернуть. Но это же такая нацеленность была. Владимир Ильич Ленин всегда был нацелен на завоевание власти. И поэтому он ее завоевал. Ходит, боже мой, и по сей день разговоры о том, что он что-то там на немецкие деньги, что его кто-то послал. Боже мой, он был охвачен. Эти идеи ему никто не нужен был. Он был по-своему гениален. У всех есть тормозной путь. Ну, знаете, там у авианосца большой, там у Жигулей поменьше. У него не было никакого тормозного пути. Потому что, как он видел, когда что-то меняется, он мгновенно менял свою политику, свои представления о жизни. Никакой проблемы не было. Он был готов пойти на все, что угодно. Ведь пол России же по Брестскому миру отдали. Отказались от всего, только чтобы сохранить власть большевиков. Но он сохранил ее, держал страну в руках. Это был особый талант, невероятный талант. И поэтому он пришел к власти, сменивший его Сталина. Этот же человек тоже всегда думал о власти. Он тоже ни на что не отвлекался. Он всегда об этом думал. Это всегда в нем сидело. И поэтому он оказался у власти. А дальше происходит, там уже дальше другие появляются. Потому что меняются ситуации, появляются другие лидеры. Это были люди, которым нужно было пройти через сложные аппаратные игры, через интриги. Надо было умудриться и понравиться начальству, вызывать симпатии, избежать всего чего-то неприятного. Но в них что-то было заложено все равно. В них во всех что-то было заложено изначально. Вот у меня личный архив Леонида Ильича Брежнева. Выброшенный на помойку и счастливо спасенный. И мне подарены теми, кто из помойки его утащил. Надеюсь, возможно, что-то пропало. Это бумаги Леонида Ильича, относящиеся к его самому юному периоду жизни. А Леонид Ильич Брежнев начинал свою жизнь в нищете, в бедности. Мало кто входил в жизнь так трудно, как у Андропова. И Андропов тоже входил в жизнь очень тяжело и трудно. Леонид Ильич взрабатывал тем, что мешки таскал с семечками на фабрику, где из них масло делали. Но одна вещь бросилась мне в глаза сразу. Вот мой дедушка, он занимался театром, а его нашел в записках. Ну, кто-то пишет из друзей, что ж ты воспоминания не оставил. И дедушка мой ему письменно отвечает, что воспоминания. Для воспоминаний надо было с юности собирать документы, как Станиславский. Вот, говорит, Константин Сергеевич Станиславский всегда знал свою роль в русском и мировом театральном искусстве и с детства подкалывал все бумажки, поэтому моя жизнь в искусстве и появилась. Леонид Ильич Брежнев, в отличие от купеческого сына Алексеева, ставшего Станиславским, не принадлежал к семье, где можно было себе позволить что-то. Но Леонид Ильич Брежнев собирал все бумажки, тщательно складывал у меня в руках. Написали юношеские бумажки, заявления, анкеты, рекомендации, записки. Он все складывал. Он что-то про себя знал. Он что-то чувствовал, что когда-то это все понадобилось. Когда-то он станет другим, и он стал. Он стал. Кто его продвигал? Да нельзя было его не продвигать. Вот когда первую должность назначали в далеких краях, то там в постановлении Бюро окружного комитета партии фамилии не правильно знали. Не Брежнев, а Бережнев. Они еще не знали, что эта фамилия будет известна каждому человеку в стране. Но не назначить его было невозможно. В нем это что-то было. В нем было невероятное внутреннее обаяние. Уметь. У меня один человек, которому Брежнев сломал карьеру, естественно. Он Брежнев не любил, но он признался. Он говорит, ну, к нему же от любви не только женщины, но и мужики трещали по всем швам. Ну, правда так? Сам Леонид же вспоминал. Ну, ему было приятнее, когда женщины трещали по всем швам, естественно. Как он, вернувшись уже после войны, демобилизованный, приехал в Запорожье, утвержденный первым старем обкома, говорит, я из гостиницы до здания обкома шел пешком. И думал, будет ли хотя бы одна женщина, которая на меня не обернется. Говорит, не было такой. Но он производил впечатление, конечно, не только на женщину, на мужчину. В этом было главное. Он умел ладить с людьми, он понимал людей, он понимал, как налаживать с ними отношения, как завоевывать их на свою сторону. И он умел работать. Мы, вот, ну, люди, моего поколения, помнят его уже очень неюным и очень больным. В ту пору, когда он уже, конечно, не хотел работать, ему все надоело. Но было другое время. Я вот знал одного крупного партийного работника, который с ним трудился в Казахстане, на Целине. Когда Леонида Ильича послали в 54-м году на Целину, вторым человеком, для него это было очень важно, потому что перед этим у него все рухнуло. Оказалось, что катастрофа жизненная. И вот Никита Сергеевич при него вспомнил, послал на Целине. Он работал там до потери сознания, в прямом смысле. Казахстан же огромная республика. Вот от перелетов, от перелетов, он просто в обморок однажды упал, его в больницу увезли. Он работал на полную катушку, он хотел показать себя и показал себя. То есть он умел все. И он был очень толковым. Он был очень сообразительным. Мы Леонида Ильича, помним, вот этого позднего, вызывавшего, ставшего темой для анекдотов, для шуток и насмешек, а ведь он разбирался в том, в чем он хотел разбираться и действовал так, как надо. Сложнее отношение с Соединенными Штатами на грани настоящей войны. И вдруг открывается возможность для каких-то контактов. И в Москву приезжает человек, которого потом стали все знать. Вот мне Евгений Петрович, руководитель дипломатической академии МИД России, и присвоил ему звание почетного доктора Генри Киссинджер, назначенный советником американского президента Ричарда Никсона по национальной безопасности. Он приезжает в Москву. А перед этим президент Никсон побывал в Китае. А с Китаем мы во врагах. В тот период, на все время с Китаем, то так-то это. В тот момент во врагах, просто на грани конфликта. Даманский был несколько лет назад. Только что они стреляли в нас, а мы стреляли в них, еще неизвестно, будет ли это иметь продолжение. Надо что-то сказать, опасно, вдруг они сплотятся против нас, надо каким-то образом договариваться. И что делает Леонид Ильич, который хотел быть когда-то дипломатом, который хотел когда-то поступить в институт подготовки дипломатических консульских работников, который в 1934 году открылся в Москве, но его не приняли. На общее счастье, потому что был бы там посол Брежнев, а генеральным бы не стал. Так вот Леонид Ильич Брежнев, не имеющий дипломатической подготовки, не знающий языков, что делает? Берет Генри Киссинджера, берет переводчика замечательного Виктора Михайловича Суходрева и везет в Завидово, в охотничий заповедник. В чем Киссинджер говорит, я стрелять не буду? Не надо, говорит Брежнев, я постреляю. Ну, постреляли немножко, а потом они располагаются. Суходрев говорит, мне портфель какой-то снарядили, открываю, там, говорит, ну, столичное, пиво, колбаса, сыр, помидоры, огурцы. Брежнев, Киссинджер говорит, ну, ты что, Генри, бери ножик, режь колбасу. Ну, Суходрев говорит, ну, Киссинджер потом в воспоминаниях писал, что они пиво пили. Ну, говорит, это он признаться не мог. Конечно, мы, говорит, выпили столичное и стали разговорить. И Брежнев встал вот в этой атмосфере, когда нету рядом людей, которые слушают, что, какой услов, он сказал, чего, все записывается. Стал ему говорить, что, ну, зачем вы так, Китай опасная страна, с ними опасно иметь дело. Неужели вы не понимаете, что значительно лучше работать с нами? И Киссинджер говорит, я вас понимаю, господин президент Никсон, находясь в Пекине, ну, немножко переборщил. Возможно, виной тому была китайская водка Маотайка, очень крепкая. Возможно, господин Никсон не привык. Наладился контакт, установилось взаимопонимание между людьми, которые как бы представляли страны почти что находящиеся в состоянии войны, наладил отношения. И потом эти отношения имели колоссальный успех. Никсон приехал сюда, потом Брежнев поехал в Соединенные Штаты, его хорошо приняли, он был поражен тем, что к нему хорошо отнесли. И началась разрядка. Ну, что такое разрядка? Значит, ожидание войны уменьшается, и немножко сокращаются деньги, которые идут на вооружение, бессмысленно и так далее. То есть Леонид Ильичей это был. А Никита Сергеевич Хрущев, который у нас воспринимается как пародийный персонаж, кукуруза, там еще что-то. Никита Сергеевич Хрущев был последний человек в советском руководстве, который реально хотел что-то сделать для людей. Вот хотите верьте, хотите нет, он действительно это хотел сделать, но у него ничего не получалось. У него ничего не получилось, он не мог понять, в чем делать. Он руководствовался такими общесоветскими представлениями. Ну, есть проблема, что надо сделать? Надо сменить руководство, ведомство, которое этим занимается, или нет ведомства, создать, проблема с птицей, создать главптицу. Я цитирую точно. Он создает главптицу, назначает человек, ничего не получается. Едет куда-то, председатель совхоза, классный мужик, назначают его министром сельского хозяйства, ничего не получается. Одно, другое пробует, ничего не получается. Но он искренне, действительно, пытался это сделать и действительно хотел. И Никита Сергеевич Хрущев был единственным, да, ну, после Ленина, единственным советским руководителем, который не боялся соратников и подчиненных. Все остальные, начиная с товарища Сталина, тщательно зачищали это поле, чтобы, не дай бог, не было конкурента, соперника, кого-то, кто чисто теоретически хотя бы может претендовать. Никита Сергеевич этого ничего не чувствовал себя уверенно, не боялся и назначал на должности и продвигал и молодых людей. Боже мой, горячо любил Владимира Федоровича семичастного разговора, с которым мы провели много времени. Было там 37 лет, когда он назначил представителем КГБ. Там Шелепину, которому сделал там и секретарем ЦК, и заместителем главы правительства, чуть больше было. Не боялся молодых людей, продвигал их, потому что искренне считал, что они могут изменить дело, потому что они способны на это. И озабочен был этими действительно стоявшими перед вставной проблемами. А дальше начинается эпоха людей, которые аккуратно приходили к власти ступенька за ступенькой, медленно, стараясь не показать себя, не отклониться от линии, не сделать осторожнее, не дай Бог не сделать осторожнее, какой-то поступок, который может повредить. И такими были Юрий Владимирович Андропов и Константин Устинович Черненко. Андропов же тоже несчастный человек, но что же оставшийся в подростковом возрасте без родителей, с отчимом, от которого он убегал, хотя тот заботился о нем, но все равно убегал, его транспортная ЧК ловила, возвращала домой. Потом он в газете случайно прочитал, что в городе Рыбинске есть училище речное, где дают общежитие и стипендию. И польстился он на койку общежития и на степень, потому что жить ему было нигде и не на что. Он рассказывал, что он не знал, где этот Рыбинск, может, далеко было из Моздока-то ехать. Поехал туда, а ему пришлось, пожалуйста, приезжай. И он, значит, в этом Рыбинске учился. Там его один заместитель, Виктор Михайлович Чебриков, говорил, что вот, он всем словом матросом, он нравился от матроса. Матросом Юрий Владимирович Андропов быть не хотел. Он сразу пошел по пионерской, комсомольской, неаккуратной партийной линии. Но у него беда была какая. Когда стали его назначать на первую должность, стали смотреть анкету. И что-то возникли сомнения. Отец, не казачий ли у него офицер? Сейчас это как медаль на грудь. А тогда это как преступление. И стали выяснять, а подальше хуже, что мама его то ли воспитывалась, то ли дочка купца первой гильдии в Москве лишенцы. Они лишенцы были. Лишенцы – это те, кого лишали избирательных прав и всех остальных. Это вообще катастрофа. Внук купца. И началось выяснение. И стали рыть. Замедлилось назначение. Стали рыть бумаги. Приехала комиссия из Москвы, из ЦК Комсомолы. Стали выяснять. И Юрий Владимирович Андропов, чье личное дело я читал у нас в Центральном партийном архиве. Третьим я был. Вообще Юрий Владимирович Андропов у нас руководил страной, до этого комитетом госбезопасности много лет. Желающих почитать оказалось немного. Значит, первый директор архива, ну по должности. Второй его внучка из Америки приехала посмотреть там прадедушку. А третьим был я. А где вот ученый? Говорит, архивы закрыты, архивы закрыты. Даже что открыто неинтересно. Юрий Владимирович Андропов написал искреннее письмо. Ну типа какое значение? Я, говорит, не знал же ничего. Не пройдет его дедушку-купца, ничего. Я же родитель. Я не знаю, какое-то все, пишет он логично, имеет значение. Ведь справедливо как. Ну какое-то имеет значение, кем был его дедушка. Тем более, что, можно сказать, все, это был не настоящий дедушка. Ну там вступился за него секретарь обкома Ларионов, который потом пообещает Хрущеву сдать три плана по мясу в Рязанской области и сдаст три плана, потом покончит с собой. Юрий Владимирович пошел по карьерной лестнице. Ну вот я о чем думаю. Вот он когда лично столкнулся с тем, что какое безумие, что когда в каких-то делах что-то значится, потом долгие годы был председателем КГБ. И все его ведомство занималось тем, что постоянно заглядывало в какие-то дальние дела, в анкеты, выглядело, где там запятая, где какой родственник. И это влияло на судьбы людей. Никита Сергеевич Хрущев на плену говорит, тут у нас директор завода есть. Ну у него, понимаете, фамилия Мамонтов. Он родственник там, вот был такой генерал Белый Мамонтов. Ну поэтому мы за границу пока его пускать не можем. И этот Мамонтов, того Мамонтова никогда не видел. Но это значилось. Материалы по кронштадтскому восстанию 1921 года, лежащие в архиве Комитета госбезопасности, постоянно доставали и просматривали. Не потому, что кто-то трудился над исторической диссертацией или книгой, не потому, что что-то хотели разузнать, а потому, что все время сверяли фамилии. А нет ли случайно среди тех, кого он собирается куда-то назначить или поехать за границу, родственника того, кто участвовал в кронштадтском восстании. И я думаю, что же Юрий Владимирович Андропов, твоя личная судьба, ну ничему совершенно не научила. Потому что, а бы не научила, понятно почему, потому что он следовал правил, он хотел быть таким же, как все, ничем не выделяться, потому что это давало возможность продвигаться вперед. А чуть-чуть выделился, чего-то сделал не так, и шансы утратил. Почему он стал председателем КГБ? По простой причине. Юрий Владимирович Андропов был в политическом руководстве одиночкой. За ним не было политического клана, землячества. Он никогда не руководил ни областью, ни краем, ни промышленность, какой-нибудь отраслью промышленности. Он был одиночкой. А Леонид Ильич Брежнев вспомнил, как сняли Никита Сергеевича Хрущева, который позволил своему председателю КГБ, Владимиру Федоровичу Семичастному, быть частью большого комсомольского клана. Вот они сговорились, и Никита Сергеевич отправился на пенсию. А Леонид Ильич Брежнев выбрал человека, у которого не было только никакого клана, но и никаких друзей. Кроме того, Юрий Владимирович Андропов был тяжело больным человеком, он на застолье не участвовал, ни с кем не дружил, каждый день приезжал на работу, сидел там в субботу и воскресенье, ни с кем не общался, ни с кем не встречался, кроме времени, проведенного в отпуске. Михаил Сергеевич Горбачев, когда его перевели в Москву секретарем ЦК, позвонил Андропову, Андропов-то отдыхал живо в его краях, говорит, вот у нас сегодня Ставропольский стол, приходите, Татьяна Филипповна. На что Андропов ответил, да ну что ты, я сейчас не дойду до тебя уж, Леониду Ильичу будут докладывать, на что я к тебе пошел, а зачем пошел, возникнет вопрос. Илья Владимирович никогда никому в гости не ходил. И Леонид Ильич Брежнев знал, что он с этой стороны абсолютно спокоен, что никто и никогда не попытается его отправить на пенсию, так же, как Никита Сергеевич. Никита Сергеевич отправили на пенсию, хотя ему в апреле 64-го исполнилось 70 лет, был прекрасно еще в форме. Леонид Ильич Брежнев к концу своего правления был в плохой физической форме, но никто в руководстве страны, ни один человек не хотел, чтобы он ушел на пенсию, потому что они все были подобраны так, что они понимали, что как только Леонид Ильич уйдет, и одни сразу уйдут, и их карьера на этом закончится. И они мог, как Арвид Янович Пельша, говорит, что мой любимый бывший руководитель Советской Латвии, а он руководил комитетом партийного контроля, сказал, Леонид, ты только живи, ты только живи. И это было совершенно искренне. Но это же мастерство невероятное. Многие удивляются, ну как это вот после Андропова руководителем стал Константин Устинович Черненко. И даже были разные разговоры. Аркадий Иванович Вольский, помощник генерального сета, я рассказал, что на самом деле Андропов хотел, чтобы Горбачев сразу стал, но это просто замяли, спрятали. Это все шутки. Мало ли что хотел Юрий Владимирович Андропов. В тот момент, когда он ушел в мир иной, его желания, его воли имели ни малейшего значения. Уж если ленинские пожелания никто не исполнит, то уж с какой стати будут исполнять чьи-то другие пожелания. А Константин Устинович Черненко к тому времени, как Юрий Владимирович оказался в больнице в последний раз, откуда он не выйдет, был человеком, который держал в руках все рычаги управления. Он был вторым секретарем в партии. Не было такой до 2-го строительства КПСС, не было. Но формально он был на этаже, были два кабинета. Вот генерального секретаря, человек, который занимал второе место в партии. Ну, долгое время там сидел Суслов, а потом там сидел Константин Устинович Черненко. И все рычаги были в его руках. И никто другой не мог стать генеральным секретарем в тот момент. Другое дело, что если бы был жив Дмитрий Федорович Устинов, министр обороны и маршал, то я думаю, что после смерти Андропа он бы стал генеральным секретарем. Но Дмитрий Федорович Устин поехал осенью 1984 года. 1984 года, да. Он бы стал после Черненко генеральным. Так вот, Черненко в любом случае должен был стать генеральным. А вот после Черненко, если бы был жив Устинов, он бы стал генеральным. Но Дмитрий Федорович совершенно осенью отправился. Была годовщина восстания в Банской Быстрице, в Словакии. И там были маневры. И на свежем воздухе слишком много командования находилось. Он вернулся больной и через некоторое время ушел в мир иной. Поэтому стал Михаил Сергеевич Горбачев, потому что он тоже в тот момент, когда Константин Устинович доживал последние месяцы, бы занимал фактический должность второго секретаря. И это только и объясняет эти вещи. Просто для этого надо понимать эту партийную механику. Я помню, разговаривал с одним видным партийным работником, он про кого-то говорит, да что же он в нашей жизни-то понимает? Он же в райкоме никогда не работал, в нашей аппаратной жизни не знает. Конечно, знание этих законов позволяет понимать, что было. Так, я очень много говорю, может быть, есть какие-то вопросы? Может быть, у кого-то возникли вопросы? Пожалуйста, я с удовольствием передаю микрофон. Есть желающие? Спонтанный вопрос. Вот вы выступаете, я много раз вас слышал, как артист. И я подозреваю, что вы все-таки проходили театральную подготовку. Кто ставил вам голос, жесты, стойку и прочее? Правильно я подозреваю? Это один из редких комплиментов, которые мне приятно слышать. Увы, к сожалению, я даже в кружке детском, драматическом не играл никогда. Нет, нет, спасибо большое. Я тронут теплыми словами, но, увы, нет, нет. К сожалению, никто не учил. У меня, знаете, что проблема? У меня на самом деле ведь некондиционный голос. Я когда пришел на телевидение, то там профессионалы пришли в ужас и думали, может быть, пусть за меня диктор читает. Попробуй диктор. Диктор не может поймать моей интонации, не получается. А что у него голос некондиционный? У меня он такой вот, ну, негодящийся, нестандартный для телевидения. И долго мучились вот мои руководители, а потом, а потом, я так понимаю, что вот лица не общее выражение, то есть что-то такое вот, ну, в конце концов, смирились. Я никого разыграть не могу же по телефону. Все же узнают. Меня разыграют, а я никого не могу. Но потом, как я понимаю, привыкли, да, судя по всему. Иначе бы меня уже выгнали бы давно. Вопрос, можно? Очень интересное выступление. Вы знаете, я просто заслушался на одном дыхании. Да, спасибо большое. Но вопрос следующий. Значит, вот вы говорите, что, например, Ленин, Ленин, да, 20 лет, 20 лет готовился к захвату власти. Он стремился, он думал, он прорабатывал детали. Но ведь я могу добавить, что кроме Ленина, такой же был фанатик революции Троцкий, и Каменев, и Бухарин. Они все были страшными идеологами вот этого захвата власти. Почему именно Ленин захватил власть? Почему именно Сталин среди общей вот этой вот группы революционеров, которые готовились, они же была кучка, он же не был один. Почему именно из них вот вышел Сталин? Вот что-то такое было, что он смог всех остальных как-то вот превзойти. Можете ответить на такой вопрос? Спасибо. Попытаюсь, попытаюсь, во всяком случае. Полный ответ никто не сдох. Всевышний знает, мы земные существа только предполагать можем. Ну, давайте не будем, во-первых, переоценивать большевистских вождей. Сильными по-настоящему из них были только трое. Ленин, Троцкий и Сталин. Остальные на самом деле были куда были слабыми фигурами. Ни Каменев, ни Зиновьев, ни Бухарин не обладали теми данными, которые необходимы для того, чтобы взять власть и удержать. Они-то как раз весьма себе позволяли, когда можно и развлечься, и отвлечься, что уже ставило крест на их карьере. Это в нынешней европейской политике можно и нужно отдыхать, а в те времена нет. У них этих данных не было. Григорий Евсеевич Зиновьев, единственный, пожалуй, друг Владимира Ильича, которого он сделал руководителем Питера, северо-западного края, руководителем всего коммунистического движения мирового, на самом деле был дитя в политике, не способный никаким политическим баталиям. Троцкий был человеком, конечно, очень радарным. Он был очень хорошим, вот он был эффективным менеджером. Поэтому он и создал Красную Армию на пустом месте и выиграл гражданскую войну. Это правда. Но в нем не было того, что было в Ленине и в Сталине. Он тоже 24 часа власти не думал. Он тоже отвлекался. Он был склонен, ему хотел статью написать, над книгой поработать, поразмышлять. И какой размышлять? Сталин Кагановичу писал, нельзя зевать, когда стоишь у власти. А эти зевали стояли. В самый критический момент, когда Владимир Ленин уже дышит на ладан, Троцкого врача отправляют в Кисловодск лечиться. И он едет туда. Потом получают сообщение о том, что Ленин умер, но ты, так сказать, не успеешь вернуться на похорон. И он не поехал. А кто поехал и стоял, тот и выглядел как наследник. Это был Сталин, который произносил слова, мы клянемся тебе, Владимир Ильич, и так далее. А он думал о другом. А он там в Кисловодске где-то выступал, там, книгу засел, еще что-то. Осень болел, 23-го года писал там уроки революции, еще что-то. Не годится это для борьбы за власть. А Ленин всегда об этом думал, действительно. Потом, знаете, это же фантастическое, невероятное чутье. Вот он возвращается в Петроград. Там далеко уже интернета не было, мобильных не было, телевизора не было. Поэтому что происходило в России, он твердо не знал. А его с вокзала повезли сразу же выступать перед членами Петроградского комитета партии большевиков. Он выступал. А Надежда Константина с женой, она сидела с ней и внимательно следила, как встретят ее мужа. Ведь их давным-давно не было в России. Не забыли ли? Нет, слушались интересов. Ленин несколько раз меняет линию в 1917 году, чувствуя вот что нужно. Ну, гениальное чутье. Первое, он понимает, он оказался в Петрограде. Петроград забит солдатами запасных полков. Запасных полков, которые не хотят идти на фронт, и выздоравливающих, которые тем более не хотят возвращаться на фронт. Для них главное что? Прекратить войну, чтобы они вернулись домой. Ну, во-первых, это крестьянин. Там же земля. Ее же надо обрабатывать. Потом, я прошу прощения, там жены? А пошли сообщения о том, что царское правительство стало использовать военнопленных для помощи в сельском хозяйстве. То есть немцы, австрийцы отправили их помогать. Ну, мысль у солдата, что там же его жена. И там рядом вместо него австрийец какой-то находится. Конечно, он хочет домой немедленно. И тогда у Ленина возникает эта мысль. Мир немедлен. Мир немедлен. Он пообещал, он это сделал. Он действительно заключил чудовищный мир. Брестский мир. Никто же не знал, что произойдет. Что там в Германии вспыхнет революция через полгода. И земля вернется. Там только деньги потеряли. Потому что золота много отправили. Никто не знал. Уж легко отказался от всего. От Украины отказался. От Прибалтики отказался. От Финляндии отказался. Флот обещал затопить. Армию разоружить. Все обещал. Это не каждый решится. Это не всякий на это пойдет. Когда летом 1917 году учредительное собрание. Временное правительство не дает собрать учредительное собрание. Мы большевики добьемся. А когда учредительное собрание проголосовали. Они уже у власти. Зачем нам учредительное собрание? Мы его разгоним. Это же не каждый может. Сталина другой талант. У Сталина был другой талант. Он понял одну важную вещь. Владимир Ильич Ленин в кадровой политике придерживаясь самого примитивного принципа. Назначает тех, кого знаю. Поэтому все должности руководящие были занятыми теми, кого он лично знал. В основном это были люди, побывавшие в эмиграции. А там в приемных уже толкались молодые партийцы, которые тоже жаждали движения вперед. А там все занято. У человек по 3-4 должности. Там у Феликсов-Сенбургских десяток был должностей одновременно. А люди тоже хотели занять какие-то должности. И Сталин увидел в этом возможность. Он открыл кадровые лифты партийной молодежи. Он стал снимать ограничения, связанные с партийным стажем, необходимым для продвижения на должность. Он дал им должность. Он стал убирать тех. Ну, знаете, в эмиграции это одно. А вот мы, которые здесь, в трудных условиях, в ссылках, да в тюрьмах. Он открыл им дорогу. Он завоевал сердца партийной молодежи. И потом он понял еще одну важную вещь. Но ведь избирали же и даже партийных. Сейчас представьте себе. Избирали же партийных руководителей, городских руководителей. Просто в прямом смысле выбирали, демократично. Что значит избранный городской руководитель? Он же зависит от настроений жителей города. А если ты присылаешь город начальника, ты присылаешь. Он зависит от тех, потому что ты как прислал, так и забрал его. Это же совсем другое дело. Это сталинская кадровая политика. Бесконечная смена руководителей. Ротация. ЦК играет человеком. Это безыменская фраза Александра. Замечательная. И он обрел поддержку всего чиновничьего аппарата, который стал получать привилегии. Но это талант. Это же многие годы ушли. А потом как надо было. Все они боялись Троцкого. Он объединяется с Зиновьевым и Каменевым. Тоже боялись Троцкого. Они убирают Троцкого. Потом он объединяется с Рыковым и Бухарином. Убирает Зиновьев и Каменевым. Потом он уже с Кагановича Молотова убирает Рыкова и всех остальных. Но это же талант. Это же работа какая. Это же не в один день. Это же сколько надо трудиться. Это же надо с утра до вечера сидеть, думать, разговаривать с людьми. Не убеждать их, доказывать. Остальные в шахматы играли. Добрый день. Я когда-то работал в новом времени с вами, Лайна Хамченко. У меня в детстве в школе был Сергей Морозов. У него бабушка была секретарша Ленина. И он рассказывал про свою бабушку, что когда приезжал Герберт Уэллс, он оставил патефон с пластинками оперы. И Лейн сказал, что мы Европу и Америку в музыке переиграем. И у нас поэтому будет будущее. Поэтому они много заказывали симфоний. На самом деле был успех. А вот сейчас, как вы представляете, если бы сейчас заказывали ко всем датам симфонии, был бы резон, был бы успех? То есть это было бы в том же широком масштабе Ленинского? Вы знаете, он с одной стороны любил музыку, а с другой стороны у него же были проблемы большие со здоровьем. И он, скажем, некоторые музыкальные произведения слушать не мог. И уезжал с концертов, им было непосильно в психической структуре. У него же были серьезные проблемы с здоровьем, в которых мы не отдаем себе отчета. Почему-то утвердилось мнение, что он умер от сифилиса, что не подтверждается никакими объективными данными. Были же результаты вскрытия. И кроме того, сейчас я постараюсь сформулировать это достаточно четко. Для того, чтобы заболеть этой болезнью, нужно что-то сделать. Это воздушно-капельным путем не передается. Предполагали, что у него сифилис. И врачи его сестрам сказали, что если у него, дай бог, сифилис, так мы это вылечим, говорили они. А почему сифилис предполагали? Эпидемия сифилиса была в России, действительно, начале века. Но еще же не было ни антибиотиков, ничего. Но у Владимира Ильича были медицинские проблемы совершенно другого рода. Врачам того времени недоступные просто. Это же надо было такое... Руководитель государства и жена его не получили в своей жизни квалифицированной медицинской помощи. У нее была иммунная болезнь, которую сейчас бы прекрасно вылечили. А ее оперировали без наркоза на горле. Думали, что она не выживет. Она выживала, Надежда Константиновна, несчастная. Обоих лечили не от того, чем они болели. Оба были лишены той медицинской помощи, которая им была нужна. Трагическая история. Я про Надежу Константиновну Крусскую просто отдельную книжку писал для Жизел. И есть же дневники врачей, дежуривших у Ленина, просто каждодневно записывающие. Это, конечно, трагедия. Как бы ты ни относился к Ленину, как к политику, это, конечно, трагедия. А для нее трагедия еще больше. Потому что, как видеть, как любимый человек гибнет на глазах, это просто катастрофа. А отношения у них были, у них отношения с годами стали лучше. Потому что, в принципе, Надежда Константиновна была заочница, говоря современным языком. То есть женщина, которая писала язык. Ну, говоря современным языком. Когда они познакомились на одной вечеринке, Владимир Ильич понравился. Владимир Ильич был молодой, обаятельный, хорошо говоривший, прекрасно певший. Но он играть перестал. Но он пел прекрасно. Конечно, понравился. Выгодный, замечательный жених. Потом его посадили. И Надежда Константиновна от имени... Царское правительство не было столь изощренным, как сменщики. В голу не приходило. Невестам разрешали навещать арестованных. И документов не надо было, потому что невеста. Просто называлась невеста. И приходи на свидание. Поэтому партийный комитет назначал невест для посещения арестованных социал-демократов. И Надежда Константиновна сама вызвалась навестить арестованного Владимира Чаульяна. Ей было интересно. А потом ее саму арестовали. Потом их стали высылать в разные места. Владимир Ильич Ленин написал письмо власти, которое он ненавидел, хотел свергнуть. У него невеста. Прошу отправить ее ко мне. И что вы думаете, как поступил этот бесчеловечный, чудовищный царский режим? Отправили. И Надежда Константиновна со своей мамой, которая станет чудесной тещей для Владимира Чаульяна, приехали к нему в ссылку. В тот день Владимир Ильич Ленин на охоте был. Тоже хорошее занятие для ссыльного. Охотой занимался. Но дальше возникли вопросы, что все-таки царское правительство, есть ли невеста. Раз невеста, жених и невеста, все-таки вы вступите в брак, а если не вступает в брак, тогда до свидания. И Владимир Ильич Ленин пишет номер. Просто говорит, черт знает что. Приходится обвенчаться. Просто обнаглели совершенно. Значит, им там коллега по заключению сделал кольца обручальные. Они обвенчались. И поначалу это был такой, конечно, дружеский союз. Но потом они оценили друг друга. Они, конечно же, очень подходили друг другу. Они очень помогали друг другу. А потом с годами они стали необходимы друг другу. Потому что жизни по-человечески складывалось очень тяжело, когда Владимир Ильич начал болеть, когда он через обморок стал падать, стал терять речь. Можете себе представить, когда нечто подобное происходит с близким человеком. Какая-то трагедия. И Надежда Константиновна все это перенесла и вынесла. Ну, это безотносительно к его политическому ролику. И там еще сзади два джентль. Добрый день. Вечер, вернее. Олег Михайлович, много фильмов ваших смотрим с удовольствием. Спасибо вам. Можно два коротких вопроса. Первый. Вы сейчас сказали, что Троцкий не болел такой карьерой, как другие. И кажется, мне кажется лично, что вы все-таки отдаете в его борьбе-не борьбе предпочтение со Сталиным, симпатизируете ему. Если это так, почему? И второй вопрос. У меня сыну 15, внуку 15 лет. Читаю учебник истории господина Шубина. Короткий фрагмент. 1 сентября Германия атакует Польшу. 17 сентября Сталин, выждав момент, точно так же входит в Польшу, расстреливает, бомбит Варшаву и так далее. И продолжается там все, что мы знаем. Мне кажется, что вам пора, может быть, вам проведить инициативу кому-то еще собраться, историкам, и наконец-то попытаться объективные вещи все-таки нам преподать. Ладно, мы взрослые, читаем, ищем. Молодые ребятишки, девчонки, парни, они же этого не понимают. Сталин выждал момент и так далее. Была линия Керзена, были многие моменты, которые нужно было учитывать в то время, начиная с Первой мировой войны и так далее, и так далее. Маннергеем, который хотел организовать свою республику. Многие, в общем, это можно много перечислять. То есть не пора ли собраться вам, отбросить субъективизм и попытаться все-таки прийти к какому-то мнению, понимая, что сложно, но что-то объективное уже создавать. Каждый из вас имеет свои симпатии, антипатии и так далее, но уже немножко надоело. Один на дно, другое, другое, третий, третий и каждый свои позиции. Вот такой вопрос. Спасибо. Я действительно написал книжку про Троцкого, но не герой мой, роман у меня про всех есть книжки, по-моему, уже не обкрыл. Он не свершал от себя никаких преступлений. Ему ставят в вину децимацию, расстрел бежавших с фронта, но так поступали во всех армиях мира. Армия Петен, будущий маршал и глава Франции в Первую мировую расстрелил в огромных количествах, французы не хотели воевать. А когда, знаете, у тебя бежит полк и может рухнуть линия фронта, ты обязан ее сохранить. Троцкий делал то же самое. Как только закончилась гражданская война, он больше не подписал ни одного смертного приговора. Что имеет большое... Казачьи-то не имел никакого отношения. Решение о расказачивании было принято Донским бюро ЦК во главе с Сергеем Ивановичем Сырцовым, который так нравился Сталину, ну, пока не расстрелял его. А Троцкий к этому отношению не имел, это была партийная директива. Поэтому самое главное, после гражданства... То есть от себя он никого не расстрелил. Что уже само по себе неплохо. Но на самом деле я бы предпочел в главе России видеть вообще совершенно других людей, но их после октября 1917 года во главе России не стало. Потому что я сторонник, поклонник, конечно, всех тех политиков, которые были до октября 1917 года. Второй вопрос, вы знаете, он распадается на кучу сложностей. Во-первых, я не профессиональный историк, я любитель истории, пропагандист. На самом деле русская академическая наука проделала колоссальную работу. И если вы заинтересуетесь академическими работами, которые выпускаются нашими академическими институтами, вы видите, на каком высоком уровне осмыслена немалая часть нашей истории, и в том числе такие болевые точки, как связаны наши взаимоотношения с соседней Польшей. Есть совместные комиссии. Есть совместные комиссии с историками Польши, которые еще до какого-то времени назад вполне себе работала и очень успешно продвигалась. Невозможен единый взгляд на все, потому что это историческая наука, я сейчас не своим делом занимаюсь рассказывать об исторической науке, о которой я не историк, она такая же сложная, как и все остальные науки. Она непростая, там нет никаких простых объяснений, ясных формул, она невероятно сложная. Поэтому существует на самом деле множество мнений по какому-то вопросу такому сложному, и это нормально, потому что это вопрос изучения дальнейшего и постоянно. Вопрос стоит в том, чтобы, а, это делалось без искажений от таких очевидных и сознательных, и второе, чтобы этим занимались профессионалы, а не политики. Но у нас происходит политизация, инструментализация, история полным ходом, и у нас, и у поляков, но не только. У Южной Кореи с Японией споры из-за истории, у Китая с Японии споры из-за истории, в Соединенных Штатах споры из-за истории их гражданской войны и так далее. То есть это в этом смысле не уникально, просто мы приложили больше усилий, пожалуй, для того, чтобы свою историю превратить в набор мифов, это правда. И у нас еще какая беда, у нас академическая наука отделена от образования. То есть достижения российских академиков не переходят в учебники. У нас учебники остаются теми же, какие были. И это, конечно, колоссальная беда. А вот то, что вы говорите, сесть и поговорить, это историки профессиональные делают постоянно. Просто об этом никто не знает, потому что они сидят там за кругом, там запершись, на хорошем, высоком уровне, все это обсуждает. Но никто об этом не знает. А то, что мы слышим, это совершенно другое. и говорят об этом непрофессионально. Когда прекратится вот эта политизация? Хотел сказать, когда прекратится политизация? История, когда она прекратится? Поэтому, к сожалению, вот здесь ничего утешительного сказать не могу, поскольку история поля такой, поля битвы. Ну, знаете, вот каждый человек подходит к зеркалу. У тебя с каждым годом это, понимаешь, все лучше и лучше. Хочет выйти молодым, красивым, стройным. И не только внешне, но и внутренним, рыцарем без страха, упрека, человек, который совершал всю свою жизнь, только блистательные поступки. И общество-то точно такое же. Общество ничем не отличается от отдельного человека. Ну что, неужели мы стоим перед сделкой, и говорю, боже мой, и вчера я плохо поступил. А две недели назад, это просто катастрофа. Конечно, нет. Ну, конечно, нам хочется о себе хорошо думать, и общество хочется хорошо о себе думать. А историческое зеркало, иногда в нем такое, что видеть невозможно. В одну требу унесите это зеркало, притащите другое. Ну, приносит, пожалуйста, приятное. Есть такой элемент. Мы не хотим плохого. Мы не хотим плохого, это первое. И второе, мы сопротивляемся новому знанию. Это вообще характерно для человека. Сопротивление новому знанию. Мы хотим оставаться с теми представлениями, которые у нас есть. У меня одно из самых главных разочарований последних лет это связано со столетием Великой Русской Революции. Я, честное слово, думал, что 2017 год станет поводом для такого коренного переосмысления исторического пути России, для нового взгляда на старую Россию, для понимания, что произошло тогда в 17-м году. Да мы вообще проехали, не заметили. За исключением какого-то количества профессиональных инструкций, опять же, в своем кругу это обсуждали, мы как общество даже не заинтересовались. А мы на самом деле и сто лет спустя ведь неясно представляем себе, что произошло в 17-м году. Ведь мы же все во власти ленинских форм верхи не могли, низы не хотели, еще что-то, как будто революция была предопределена. Ничего не было предопределено. Говорит, ну вот были предпосылки, ну знаете как, этот человек всю жизнь страдал гастритом, а умер от того, что грузовик задавил. Вот так это было с Россией, но у всех были, а что остальные страны были процветающие. Джека Лондона, почитайте про Лондон начало 20-го столетия. Ну и что? Обошлись без революции. И февраль 17-го года вовсе не был предопределен, вовсе не был неизбежности. Я вот просто стал вникать в последние годы, безумно этим заинтересовался. Вот мы сейчас слышим, мы стремимся к тому, чтобы войти в пятерку наиболее развитых стран. Ну как? А Россия-то входила до большевиков, входила в пятерку наиболее развитых стран. Есть модели, просчитанные экономистами и математиками, варианты развития Российской империи, если бы не 17-й год. Худший вариант. Это мы живем немножко лучше Германии, но чуть хуже Англии. Вот сейчас бы, знаете, да, немецкие зарплаты, немецкая здравоохрана, ну и так далее. И нас было 300 миллионов, а не 146 или 147. Это вот так было. Мы просто не отдаемся отчетам в том, какой была старая Россия, как он стремительно развивался. Царское самодержавие. Самодержавие кончилось после первой русской революции. Первая русская революция у нас такая презираемая в учебниках неудачная. Первая русская революция закончилась самым удачным образом компромиссом между властью, которая поступила своей абсолютной властью и обществом, которое отказалось от радикализма. С осени 905 по весну 906 года император преподписывает законы, которые превращают Россию в конституционную монархию. Не было писанной конституции, в Англии тоже нет. Разделение властей реальное. Появление политических партий реальных в Государственную Думу избирает радикалов, которые в нашей Государственной Думе представить себе невозможно. Государственная Дума отвергает законопроекты правительства и приезжает в Столыпину и отвергает. Телефонного права не было. Не потому, что телефонов мобильных не было, а потому, что в голову не приходило, что можно судье объяснять, какой должен быть приговор. У меня есть любимая история. Александр Иванович Гучков знаменитая фигура. Он станет первым военным министром во временном правительстве, известный промышленник, один из тех, кому, кстати, русская армия обязана полным снабжением боеприпасами, артиллерийские орудия и так далее. Избирается в Третью Государственную Думу, депутаты выбирают его представителем Государственной Думы. Но Александр Иванович бритер, забияк, он дерется на дуэли, ранит своего соперника. Это уголовное преступление. Суд его приговорит к деревнему сроку. Его судьба в руках императора Николая Второго. Александр Иванович Гучков ненавидит императора и императрицу. Говорит об этом на каждом шагу откровенно. Кстати, ничто с ним не происходит. Ненавидит. И вот его судьба в руках императора Николая Второго. Варианты решения. Как поступает после 17-го года соответствующие руководители. А Николай Второй милует его и объясняет почему. Он облечен доверием избирателей и депутатов. Он должен исполнять свою обязанность в качестве председателя Третьей Думы. И не имеет значения, как он относится к нему. Это же совершенно другой мир. Это же другие люди. Это же другое представление о жизни. Немыслимое впоследствии. Разве это мы знали? Разве мы сознавали что такое старая Россия? Так вот я думаю 17-й год станет поводом для осмысления как это произошло что мы от всего этого отказались? Как это произошло что мы всего этого лишились? Как это могло случиться? Что проехали мимо? Не хотим углубляться в неприятную историю. Не хотим знать ничего трагического неприятного драматического. Хотим слышать только о достижениях победах успеха. Спасибо. Дамы и господа время нашей встречи неумолимо подходит к концу поэтому еще буквально несколько вопросов. Пожалуйста. У меня тоже два вопроса первые с вашего позволения пользовались ли вы закрытыми архивами как часто и как удавалось получить разрешение а второй вопрос что у вас как бы с Северной Кореей в том плане могли бы вы туда сейчас поехать встретиться с руководством с кемчен поговорить и взять интервью в принципе такое возможно или нет спасибо второй вопрос проще нет у меня есть всякие дурные качества но я точно не камикадзе поэтому нет эти люди приземляю колоссальное впечатление имел удовольствие там побывать я дедушку нынешнего Ким и сердечно вы знаете я один раз на самом деле работал в самом закрытом архиве который только может быть в архиве КГБ с личного разрешения тогда председателя комитета госбезопасности Владимир Санчич Корючков я читал в полном объеме дела наших разведчиков 30-х годов работавших во Франции три личных дела они мне были положены на стол в полном объеме совсем так вообще никогда ни с кем не бывало это был единственный случай книжку написал про плевицкую что касается вот нашей отечественной истории то видите ли есть засекреченные документы мы делали серию фильмов об обороне Москвы книжку потом стал про 41 год у меня такой личное отношение к обороне Москвы да закрыты протоколы бюро заседания обкома и горкома партии 41 года все еще засекречены я говорю а чего там данные три танка за ночь сделали это значит военное производство должна собраться комиссия должны поставить подписи неохотно но это не принципиальный вопрос на самом деле с моей точки зрения но я все-таки не профессиональный на самом деле рассекречено огромное количество документов которые дают возможность для полноценной работы и про кстати директора архива жалуются на то что не приходит почитать мы рассекречиваем рассекречиваем никто не ходит читать задача состоит в том чтобы понять это же самое сложное но про 17-й год мы же все знаем там нет ни одного секретного документа все известно знаете на чьи деньги издавалась газета правда летом 17-го года сто раз будете гадать не угадать заняли у союза пивоваров а как раз 17-го деньги кончились к ноябрю а дело в понимании в анализе в этом вся сложность потому что революция 17-го это как извержение вулкана иди опиши движение каждой частицы все что происходило настолько было ошеломительно и неожиданно что и по сей день мы не можем понять как это все произошло так что сложность в этом состоит я абсолютно сторон то чтобы все было рассекречено старое но вот мне кажется проблема на самом деле в отсутствие желания или в нехватке наших интеллектуальных и духовных сил для анализа истории общества и того что у нас происходит мне кажется вот это очень ощутимо спасибо еще один вопрос леонид михайлович здравствуйте в восторге от вашей работы от вашей гениальности я бы даже сказал вопрос такой я бы хотел вас поддержать как только великая держава пришла к единомыслию длительному она рассыпалась вывод так сказать здесь однозначный вопрос такой значит как вы полагаете россия обречена на единовласть и единомыслие спасибо вы знаете у меня есть один любимый герой политик он сказал очень точно нет специалистов по будущему есть только по прошлому и то не очень хорошие поэтому ей богу нет все-таки хочется верить в хорошее и все прочее но совершенно даже малейшие попытки чтобы то ни было предугадать совершенно бессмысленно часто возникает мысль что если ты хорошо знаешь историю знаешь вариант то ты можешь предугадать будешь ничего подобного ну совершенно невозможно нет нет поэтому строить какие бы то ни было прогнозы совершенно бессмысленно спасибо огромное давайте поблагодарим Леонид Михайловича за возможность личной встречи за его книгу дамы и господа у вас теперь появляется уникальная возможность подойти и подписать свой экземплярчик пожалуйста выстраивайтесь будьте любезны пожалуйста на сцену мы не заходим по одному человеку подходим и подписываем книжечки у меня есть вот пожалуйста конечно же я все-таки так просто а кому Вадиму Вадим 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 Вадим